Эта затея с самого начала не принадлежала к разряду билет банка приколов. Свежую идею барнаульские дизайнеры еще в 2015-м предложили Центробанку сконвертировать в реальные деньги. Даже петицию составили, собрав больше 7 тысяч подписей. А отпечатанные на принтере двухтысячники суеверно положили в кошельки. Оказалось, не зря. Купюра с изображением достопримечательности Владивостока теперь в кандидатах на официальный билет Банка России. Это мост, колонна, взятая, кстати, с купюры 1995-го года. С тысячной купюры. Мы хотим, чтобы наша купюра отличалась от всех остальных присутствующих сейчас в России. И сейчас решаем, каким цветом ее сделать. Либо розовый, либо фиолетовый будет. Тысяча с видами Владивостока находилась в обращении, но ушла после деноминации. И вот вопрос, почему непременно Владивосток? По рассказам барнаульских креативщиков, образ, как это обычно бывает, пришел случайно. Вдохновил известный и вовсе не про деньги хит группы «Мумитроль». «Владивосток-2000». Кстати, сейчас многим символично слышится. «Влади на стол-2000». Мы вплелись в этот информационный, культурный фон и прочувствовали дух времени. И на самом деле, то, о чем пелось в песне «Владивосток-2000», возможно, настали времена почище. О том, что же за времена почище других настали в экономике, что пришлось увеличить номиналы, эксперты уже сделали выводы. Возможно, причина в быстром обветшании столь популярных сто-рублевок и тысячных. Это техническая чистомера, причем как бы не связанная пока, во всяком случае, с инфляционными процессами. Скорость замедлится обращения денег в результате этого. И, соответственно, расходы Центробанка упадут. Так что дизайнеры, опередившие время, в ближайшие месяцы вынесут свой концепт на публичное обсуждение. Но успех рассчитывают. Кстати, есть планы сделать это под напевом «Мумитроля». Сейчас агентство пытается связаться с менеджерами группы. Ну и, конечно, ждет ответного реверанса от Владивостока в виде двухсотиной с изображением барнаульского шпиля. Екатерина Гаськова, Александр Морозов. Наши новости.